Здравствуйте! В эфире новости в студии Юлия Нацаканова. На главных событиях расскажем прямо сейчас, коротко о главных темах. Больная точка Европы. Евросоюз выделяет гуманитарную помощь мигрантам в Македонии. Без языка никуда. Почему в Латвии местные жители массово учат русский язык? В регионах России случайные прохожие обнаружили новорожденных. Какая судьба у брошенных отказников и их родителей? Проблема, которая сейчас очень остро стоит в Европе, это нелегальные мигранты. В Европе необходимо действовать совместно, чтобы максимально эффективно решить эту проблему. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. По данным Еврокомиссии, в одну только Грецию только за июль прибыли 50 тысяч человек. Там, а также в Венгрии и Италии не прекращают взывать к помощи Брюсселя. Главное не в том, кто что делает или не делает. Главное в том, как мы вместе отвечаем на этот вызов. В том, какие совместные усилия мы предпринимаем. На этом фоне министр иностранных дел Австрии призвал коллег оказать помощь Македонии. Именно эта страна после Турции и Греции является одним из крупнейших перевалочных пунктов для нелегалов в Западную Европу. Пока Еврокомиссия выделяет в Македонии 90 тысяч евро на гуманитарные нужды, эксперты заявляют, что особенно остро не хватает транспорта, чтобы перевозить мигрантов. В Латвии молодежь стала активно учить русский язык. На курсы по его изучению записывается все больше желающих. Причем финансовую поддержку оказывают власти страны. Очереди к лучшим преподавателям-филологам не только в Риге, но и в других крупных городах Латвии. В чем причина резкого спроса? Мы живем в стране, в которой русский язык точно пригодится. Как-то надо же деньги зарабатывать. Время показало, что Латвия сотрудничает с Россией, и поток денег идет между нашими странами. Русский язык надо знать обязательно. Еще в средние века в Риге с приезжающими продавать и покупать русскими купцами местные торговцы старались говорить по-русски. И в последующие столетия немецкий, латышский и русский всегда были языками общения. Ведь с одной стороны Западная Европа, а с другой Россия. Не может Латвия на границе этих двух миров существовать с одним языком. На одном крыле не взлетишь. Нужно два крыла, чтобы взлететь. В латвийских учебных языковых центрах уверяют, что готовы к еще большему увеличению желающих изучать русский язык. Методики, разработанные специально для латышей, не потеряны, и преподавателей пока достаточно. Футбол по субботам в Израиле объявлен преступлением. После долгих дискуссий и обсуждений о проведении матчей футбольного чемпионата Израиля по субботам в связи с многочисленными обращениями игроков, желающих соблюдать шаббат, окружной суд по трудовым конфликтам вынес решение временно запретить проведение игр по субботним дням. Это обязует Футбольную ассоциацию Израиля прекратить проведение матчей по субботам до 7 сентября, момента, когда состоится следующее заседание суда. Игра должна заканчиваться по меньшей мере за час до насыпления шаббата или начинаться через час после его исхода. Депутат Кнесета Микки Заар поддержал запрет на футбол по субботам. Этот законопроект позволит спортсменам сохранить полагающийся им день отдыха, право на который они имеют по закону. Не может быть, чтобы еврейское демократическое государство Израиль не позволило бы евреям соблюдать субботу. Заставлять игроков играть по субботам является уголовным преступлением, заявил он. Переходим к событиям в России. В Ростовской и Архангельской областях выхаживают детей, которых матери бросили на погибель. В этих краях были найдены брошенные матерями младенцы. Мальчика обнаружили в лесу в Ростовской области девочку у сгоревшего сарая в Архангельской. И в одном, и в другом случае все закончилось хорошо благодаря неравнодушным людям. В обоих случаях местные жители деревень рассказали, как нашли младенцев. Детям сейчас ничего не угрожает. Состояние было неплохое при поступлении. Сейчас она в удовлетворительном состоянии. Она самостоятельно съедает предложенный объем питания. Конечно, это искусственная смесь, потому что мамы нет. Лечащий врач назвал малышку Аленкой. Тем временем полиция уже нашла ее родителей. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. А биологическую мать ростовского малыша пока ищет. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По предварительным данным, ребенок родился в день обнаружения и был оставлен матерью в опасном для жизни состоянии, в скрытом от посторонних глаз мести, в зарослях кустарника, с целью причинения ему смерти. Наказание в виде лишения свободы может грозить и матери ростовского найденыша, и родителям Архангела Городской Аленки. Впрочем, для этих малышей теперь самое главное считают врачи найти любящие семьи. Эти истории повторяются с периодичностью и не просто. Врачи-акушеры бьют тревогу и просят на рассмотрение Государственную Думу узаконить бэби-боксы в каждом городе. Может быть, тогда станет меньше подобных случаев, и от бесчеловечных поступков родителей дети смогут обрести счастье в новой семье. На этой неделе мы поднимаем этот вопрос, активно обсуждаем. Вы можете также принять участие в голосовании на сайте телеканала, отдав свой голос за нужный вам ответ. Итоги голосования будут оглашены в субботнем выпуске международных новостей. Артефакты из затонувшего города увидят в Париже. Именно этот город временно украсили древние статуи египетского фараона и его супруги. Эти гигантские скульптуры из розового гранита были среди артефактов, обнаруженных в 2000 году на дне Средиземного моря в районе Усть-Янила. Мы нашли их у входа в греческий храм бога Омона в городе Танис-Герклеон, который сейчас полностью затоплен. Статуи фараона и его супруги, по мнению ученых, созданы во время династии Птолемеев, древних правителей Египта. Статуя фараона возвышается на 11,5 метров и весит 5,5 тонн. Вторая скульптура меньше по размерам и легче на 1,5 тонны. Затонувший Герклеон был основан в 331 году до н.э. Все морские суда, следовавшие в Египет, проходили через этот город-порт. Однако 1200 лет назад он внезапно ушел под воду. Предполагается, что катастрофа произошла из-за землетрясения. Местные жители поспешно покидали город, бросив все ценные вещи. Помимо гигантских статуй на месте древнего Гераклеона, археологи обнаружили множество монет, керамических изделий, драгоценностей, а также скульптуры богов и саркофаги. Сейчас, как всегда, передаю слово Анне Коваленко. Она уже готова поделиться новостями культуры. Смотрим. На родине джаза в американском Новом Орлеане построили музыкальную деревню для певцов и музыкантов, которые лишились жилья во время урагана Катрина 10 лет назад, пишет Евроньюз. Идея построить такой недорогой район родилась у двух музыкантов – Гарри Коника-младшего и Брэнфорда Марсалеса. Теперь в полностью заселенной певцами и артистами музыкальной деревне днем и ночью слышны зажигательные мелодии. Фундамент музыкальной деревни заложили в 2006 году. С помощью 40 тысяч волонтеров были построены десятки домов. Сейчас в деревне живет около 180 человек. Как только я переехала сюда, я перестала переживать о баррендной плате, о том, где мне придется жить в ближайшем будущем. И я просто мгновенно выпустила новый альбом. Таким образом, сейчас, где бушевал ураган, теперь звучит музыка. В Германии супруги нашли 108-летнее послание в бутылке. Через стекло виднелась записка со словами «разбейте бутылку». Оказалось, что письмо отправил английский ученый. Послание случайно нашли супруги Уонклер и во время отдыха. Семейная пара не хотела разбивать бутылку, но иначе вскрыть ее не удавалось. Внутри они обнаружили открытку и записку. В письме сообщалось, что оно было отправлено президентом Морской биологической ассоциации Великобритании с целью исследовать скорость и направление морских течений. Он просил сообщить о находке в место, где он работает. В записке обещалось, что за выполнение просьбы их ждет награждение в размере 1 шиллинг. Супруги сделали все необходимое. Добавлю, что супруги Уинклер получили свое вознаграждение за вклад в науку. Специально для них сотрудники ассоциации приобрели старейший шиллинг. Ранее австейц нашел на пляже бутылку с мистическим посланием. В бутылке оказалась вырванная страница из дневника за январь 2013 года. В ней неизвестный автор призывал того, кто найдет письмо, не бояться рискнуть, чтобы добиться цели. Редактор субтитров А.Семкин